Сергей Комаров российский актер, заставивший говорить о себе после съемок в телесериалах Марина Роща, Анжелика и Молодежка. Артист востребован и имеет на счету более 80 ролей, несмотря на то, что кино карьеру начал после 30 лет. Сергей родился 8 февраля 1971 года. Детство и юность будущего актера прошли в городе Наневе, где Сергей собственно и окончил среднюю школу. Получив аттестат зрелости, молодой человек начал задумываться о будущем. У юноши было несколько вариантов продолжения образования, но в итоге Комаров поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Выпуск из театрального вуза пришелся на 90-е годы, когда в российском кино начался кризис, а затем и грандиозный спад. Поэтому актерская биография Сергея развивалась со сложностями. И впервые актер оказался на съемочной площадке только в свои 32 года. Впервые Сергей Комаров появился на экране в эпизоде боевика «Антикиллер 2. Антитеррор» в блокбастере Егора Кончаловского о борьбе героя Коренева Майора в отставке, которого сыграл Гоша Куценко, против международного терроризма. Актер промелькнул в эпизодической роли. В 2006 году Сергей снялся в сериале «Молодые и злые». Далее последовала работа в криминальной мелодраме «Атлантида», о простой учительнице Вере, которой сыграла Нелли Уварова, которая невольно становится преступницей. Сергей Комаров предстал на экране в роли Василия Игнатьевича. В 2008 году артист снялся в драме «Кардиограмма любви», где появился уже во второстепенном актерском составе. А в мелодраме «Ключи от счастья» предстал в образе бизнесмена Толина. Вскоре последовали работы в семейной драме «Позвони в мою дверь», в психологической драме «У права» и в фильме о любви «Хочу ребенка». Актер ежегодно участвует в съемках 80 проектов. Среди работ Сергея Комарова выделяется характерная роль Ермилова в криминальном детективе «Час Волкова 2», образ ювелира в драме «Чемпион». Кроме того, актер был задействован в рейтинговых сериалах, например, «В ранетках», «Папиных дочках», «Универик», «Дочке матери» и «Барвих». Первая главная роль достала Сергея в 2009 году в мелодраме украинского производства под названием «Это я». Комаров поменял амплуа мужественного героя на образ интеллигентного астронома, увлеченного наукой. В фильме речь пошла о незаконно рожденном ребенке, от которого мать, известная певица, поспешила избавиться. Спустя время выяснилось, что опеку над девочкой взял и вовсе родной отец. После этой картины актеру стали поступать новые предложения от руководителей кино и телепроектов. Вместе с Анной Горшковой Комаров снялся в мелодраме «Моя любовь», с Анной Назаровой в «Истории любви», «Четыре времени лета», с Дарьей Калмыковой в мелодраме «Мама выходит замуж». В фильме слово женщине актер примерил на себя китель капитанина дальнего плавания. Интересным для артиста оказался проект «Полдень на пристани», где Сергей Комаров сыграл коллегу по цеху актера Аркадия Макарова. В драме речь пошла о героине Даши, которую сыграла Полина Сыркина, которая в детстве потеряла родителей. Позднее девушке пришлось пережить гибель любимого молодого человека Кирилла, которого сыграл Константин Стрельник. В 2012 году актер стал участником рождественской мелодрамы «Золотые ножницы». Вскоре фильмография Сергея Комарова пополнилась работами в сериалах «Позднее раскаяние», «Мой папа летчик», «В райском уголке». Актеру вновь представилась возможность сыграть олигарха Сергея Кретова, мужа Жени, который сыграла Наталья Антонова, который поместил собственную супругу в «Золотую клетку». Излюбленный Жанн актера – это мелодрама. Поэтому в репертуаре Комарова входят многосерийные фильмы «Любовь из пробирки», «Провинциальная муза», «Соната для веры». Кроме того, Сергей участвовал в создании исторического детектива «Марина Роща», где главную роль сыграл Александр Домогаров и комедийного ситкома «Анжелика», в котором солировала Анжелика Коширина. Обе картины получили высокий рейтинг зрительских просмотров и, конечно же, симпатий. Но самым известным проектом Сергея Комарова остается спортивный телесериал под названием «Молодежка», в котором актер преобразился в постоянно жующего жвачку второго тренера «Медведя» Юрия Михайловича Романенко. Интересно, что в отшедшей в обиход поклонников этого фильма выражение «Пошла вода горячей» и сейчас не понял. Изначально в сценарии и вовсе не присутствовал. Комаров произнесил слова спонтанно и в итоге режиссеры и сценаристы решили сделать эти высказывания постоянными присказками тренера. В этом сериале внимание привлекли своей игрой Макар Запорожский, Александр Соколовский, Влад Конопко и Илья Коробко. В 2016 году Комаров поработал над социальной драмой «Челночницы», в которой также снялась Ирина Розанова и Светлана Иванова. К этому времени на экранах также появляются рейтинговые сериалы с участием Комарова «Метод Фрейда 2», «Похищение Евы» и «Сельский учитель». Также стоит отметить, что актер любит и умеет петь. В нескольких картинах зрители могли слышать в исполнении Комарова ряд музыкальных композиций, самыми известными из которых стали память из мелодрамы «Лучший друг семьи». «Семерка» из криминального детектива «Топтуны» и закружила голову в метель из сериала «Полынь», «Трава», «Окаянная». Тема личной жизни и романтических отношений для Сергея Комарова является табу. В многочисленных интервью артист моментально пресекают разговоры и вопросы о приватной стороне жизни, поэтому до сих пор неизвестно, есть ли у Комарова жена и дети. Даже на личной страничке в Инстаграме все видео и фото актер посвящают исключительно профессиональной деятельности. С удовольствием артист рассказывает о картинах и коллегах, с которыми довелось сотрудничать. К собственным фильмам Сергей относится словно к родным детям, не выделяет любимых образов и не считает никаких персонажей, даже эпизодических, малозначимыми или второстепенными. Ранее Сергей Комаров не был слишком спортивным человеком, но после того, как во время работы над сериалом «Молодежка актеру» впервые в жизни пришлось стать на коньки, актер заинтересовался хоккеем по-настоящему. Сергей даже записался в любительскую команду и регулярно участвует в тренировках, мечтая пробиться в основной состав этого непрофессионального клуба. Комаров утверждает, что хоккей – великолепный способ сбросить моральную усталость после тяжелого рабочего дня, причем как для мужчин, так, собственно, и для женщин. В 2017 году Сергей Комаров порадовал поклонников появлением в боевике отцы и захвате самолета о похищении команды девушек-спортсменок радикальными исламистами. В борьбу за жизнь дочерей вступают их отцы, роли которых исполнили Иван Аганесян, Константин Адаев и Максим Дахненко. Сергей Комаров воплотил на экране образ олигарха Александра Лемешова, за дочь которого потребовали выкуп. Но девушку в живых не оставили, после чего отец и вовсе застрелился от горя. Еще одна работа года – главная роль в сериале «Секретарши». Партнершей с Сергеем Комарова по фильму стала Ксения Лаврова-Глина. Актриса сыграла следователя со стажем, с которой у адвоката Аристова складываются и вовсе не простые отношения. Сейчас актер снялся в мелодраме «Чужом краю» и «Детективе менталист». В триллере «По ту сторону смерти» вместе с Сергеем Комаровым играют Сергей Гармаш и Светлана Хоченков, а в криминальном фильме «Посольство» Виталий Кищенко и Игорь Ливанов. Итак, среди фильмографии данного актера хотелось отметить следующие фильмы и сериалы. В 2009 он сыграл в фильме под названием «Это я». В 2010 – «Моя любовь». В 2011 – «Полдень на пристань». В 2012 – «Золотые ножницы» и «Мама выходит замуж». С 2012 по 2014 год сыграл в сериале «Марина роща». В 2013 – в двух картинах «До смерти красиво» и «Райский уголок». С 2013 по 2016 – в сериале «Молодежка». С 2014 по 2015 – в сериале «Анжелика». В 2015 – «Соната для веры». В 2016 – в сериале «Челносицы». В 2017 – в сериале «Отцы». А в 2019 – в сериале «Поселенцы». На этом, собственно, биография столь замечательного актера подошла к концу. А вы ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал. Всем до встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!